приветствую на канале asma day play мы играем gothica 1 так что давайте загрузим чего мы там мы спать легли до легли спать до утра давайте сейчас с вами немножко возьмем опыта так а сколько у нас время то 8 утра ух ты дождь покупать покупать рано пока у тебя что-либо мы еще ничего не заработали говорю вот это заработать мы можем принимать поспешные решения подождите заработать можно опыта вот сходить вот с этим в лагерь травокуров так это у нас волк нет кто ты шакал подожди рудакоп призрак где ты падла тут где-то должен сидеть печальный рудаков вот он ну давай привет как дела привет как дела ах и не спрашивай две недели я гнул спину в шахте и что я получил несколько жалких кусков руды на которые даже нормальную еду не купишь я разговаривал с идолом парвезом внизу он рассказал мне кое-что интересное о лагере сектантов думаю лучше уж присоединиться к ним чем до конца жизни быть рабом гамеза если тебе здесь не нравится почему ты не уйдешь я не уверен что мне там действительно будет лучше у меня был здесь друг его звали мелвин неделю назад он ушел в лагерь сектантов но с тех пор я ничего о нем не слышал если так и дальше будет продолжаться я лучше останусь здесь мелвин он находится в лагере сектантов наверное сейчас уже не могу вспомнить если конечно не сдох где-нибудь по дороге хочу у меня ну давай паровоз проводи меня в свой лайк очень хорошо я пойду впереди иди за мной никому не доверяй здесь кругом предатели да мы поняли что здесь кругом предатель не моя проблема подождите вот иди за мной да он сказал сам падла стоит давай и вот он сейчас нам поможет заметьте кто-то всех кого он будет убивать будут зачислены на нас счет якобы мы убили а он мощный по крайней мере на данный момент пока меня ведет подождите надо сохраниться ой 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 не там жал подожди я смогу к тебе крыс приманить я думаю зря сохранялся крысы вот смотрите отвратительные твари увидите как он час минутку подожди я к тебе еще двоих приведу очень надо ой 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 линии я не понял подожди а где вы отвратительные о чем не опыта я вот он идет опыт только были с них можно в два раза больше мяса взять вот эти какой слабенький отвратительные зачем я это сделал я сделаю это для того смотрите давайте сохраню опыта за них получил мясо с них получил потому что мне так и так надо было бы их убивать просто он сделался за меня как сказать безболезненно то есть я ничего не потерял давайте соберем это все все адские грибы все ягоды мне пригодятся потому что в дальнейшем мало ли кому чего надо будет отдавать вот убитый страж вот смотрите амулет нек написано помните до этого ухты до этого нам надо было повару то мясо носить там это жуков и тому подобное он отправлял одного все вот на к мы нашли давайте пойдем пойдем и только не уходи пожалуйста подожди ты не ушел это не все подожди ни хрена себе ты меня саданута отвратительные твари второго гаси загрузи где загрузился так а я не помню сейчас взял нет это амулет то болеем это опять амулета было брать да хотел были сделать как лучше чтоб показать ну ладно давайте возьмем все таки заново амулет что у нас тут берем все ничего врагу не оставляем самый ответственный момент а вдруг там чего-нибудь не хватит беги он ушел а куда вот ушел вперед или назад бою что дивизия скорее всего вперед ушел а я хотел еще так многих на ней на него приманить ты и прав да он ушел вперед блин за тем что говоришь людям со мной это часто случайно хотел бы оказаться ладно так 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 ну ка на когда к еще разок попробуем может и все-таки появишься вот здесь вот за кусточком нет не показался блин а 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 Отвратительные твари! 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 вперед только вперед давай всех их гаси отвратительные твари и я им тоже самое говорю а а а а а а а а а подожди так но мы еще обратно пойдем так что за деревом что было ягодка вот так вот он будет за нас воевать смотрите хитрить и если сможете выманить выманивайте давайте сейчас он и мобилей на вихра тительные твари так подождите хочу кое-что проверить вот он мост гоблины их вести правда трудно будет тут уже поди ушел но поехали он ушел ладно тогда давайте вот так сделаю он из поля зрения пропал поэтому и ушел так стоишь правильно стой а а а а а а а а а да да разве читался блин нет все-таки смотрите поймал меня где-то а этот уже исчез ладно где-то блин блинский надо как можно почте подвести я хочу потому что заработать опыта как можно больше давай отчеты ящеров-то отбегаешь подожди и грибочки ой смотрите внимательно как потом чтоб вам время то не убивать на все вот это отвратительные твари подожди это же еще не все он еще 2 ящера 2 ящера вы не бойтесь каждая голова тут много глав 5 по 6 они обновляться бог по них ли на себя загнал догнал надо в припрыжечку видимо вот так вот он немножко ускоряться тогда будет отвратительные твари и перед тобой холер блин загрузить ладно я потом сам с вами разберусь когда самым большим и важным это запросто всего ваш еще и шкуру с вас не упадут я просто хотел подкачаться сейчас прямо таки кстати то что он бежит по уродски это да привыкайте что они все таки игра не прорисованы потому что по дорожке бегали зато они четко знают свое дело отвратительные твари 2 то бей и кстати у них этим в лагере мощные воины которые это с оружием их всего несколько дней несколько которые могут с ними поспорить это старом лагере который в доспехах пока не не за все ли или нет они там будут в новом лагере тоже пару человек только с ними поспорить могут по силе я не знаю как почему-то она вот не разделана что по урону по силе хоть они вроде какие элитные как-то все не так и так и говорю я хочу пройти за новый лагерь потому что вот в этот лагерь сектантов попасть это труда вообще не надо попадете может даже случайно потому что старый лагерь этот сложнее попасть чем в этот сектантом хотим а вот в новый лагерь это труднее всех их закончить я хочу войнам хотя я очень люблю магов колдовство и тому подобное вот мы на месте дальше по дороге вниз находится лагерь братства заходи и поговори с моими братьями уверен что придя сюда ты не потратил время зря спроси корга лома он занимается учениками и их наставниками а я возвращаюсь в лагерь там еще многим нужно помочь на эти путь истины удачи конечно и день не буду тебя задерживать пока а мы пойдем блин я даже не знаю на немножко это болотник соберем тоже с какую-то там добычу получим рад видеть тебя незнакомец ты ступил на святую землю братство спящего какими судьбами ты здесь давай я собираюсь присоединиться к вам я здесь недавно хочу смотреть лагерь я здесь недавно могу я осмотреть лагерь мы всегда рады новым людям но только пока ты соблюдаешь наши правила есть места не дозволенные таким как ты доспехи стража нужно еще заслужить а пока могу одолжить тебе на бедренную повязку послушника все же лучше чем ничего судить и не было мной что это бесплатно блин я думаю бесплатно пошел ты нахрен 500 руды 500 это блин это черный мод такой что ли или чё иди-ка ты нахрен а может когда хочу поступить он может бесплатно дал бы ты хочешь сказать ну-ка лестер вот и кто ты я лестер я забочусь о тех кто приходит в этот лагерь ты не стал обращаться к идул-намибу это хороший знак ни один неверный не может говорить с гуру кстати это одна из ключевых фигур я хочу присоединиться к братству только коргалом может решать готов ли ты вступить в наше братство но он полагается и на мнение других гуру он ценит мнение идола намиба сначала ты должен доказать свою преданность после этого один из гуру направит тебя коргалому до хранит тебя с спящей да так подожди это так послушник послушник нет вы мне не нужны страж кстати тут учили такие болотажеры есть это пипец я вам скажу так подвести дать я сохраню и посмотрим осмотримся мне надо болотник давайте переплывем сколько 10 штук болотника надо или сколько чтобы бесплатно болотник получать так смотрите еще один суд и шерчный руб ты обокрал меня как ты посмел пошел ты в жопу так подождите я так его не победю не побежду как надо получаться когда тебя там не будет да да дурное дело нехитрое так кто ты кто ты я гуру этого болотного лагеря мои слуги зовут меня идол нет здесь же никого нет окон ты ты можешь и сам их увидеть деревья они ходят вокруг и танцуют для меня понятно ну я пожалуй пойду подожди ты можешь помочь мне превратить это болото в большой цветущий сад ладно ты начни без меня я я пойду потом как-нибудь надеюсь он никуда меня не заведет ищем ищем болотник более вот этот болотник надо давай у тебя все заберу сколько надо 10 10 штук по моему на собрать вот этого болотника чтобы отдать этому траву пуру просто маму у растаман так он они болотажеры видите он голова торчит только от него не видели сейчас я покажу он они ведь эти червяки волны и так мы пока только собираем разведываем даже без боя разведка без боя болотажеры кстати очень мощный поэтому не суетесь к ним по крайней мере вот такой как я даже и подумать не может чтобы туда пойти но нам надо все таки собрать болотник остальные кусочки растут там как раз где они обитают нужно до 10 штук собрать еще целебный травы на собрать я уж не помню кому они понадобятся но они понадобятся помимо нас еще кому-то ходим прикидываемся одуванчиком кстати болотажер по моему это как если в цепица не отпустит если вдруг он взял след все по моему так ну-ка на островок чего нету хоп я даже не знаю смогу ли я побить их на хрен там побил их ага два раза убился прямо таки пойдем сюда тогда кстати там конец борьбе тому барьер поэтому будьте осторожны и аккуратны далеко не идите давай я под лава 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 я все в барьер упираюсь будьте аккуратны и бдительны болотник также кстати можно наворовать вот на предупреждение было нормально задымился давай давай двигай а кстати надо весточку этому передать что-то дружбанут этому блин у меня болотник это столько нету сейчас получается просто так как эти свою реплику толкают сектанты так как харе кришна давай сюда не думаю что здесь можно хоть что-нибудь изменить вот так вот небольшие такие лаги баги и недочеты мэлвин обудись привет привет другие не похож на послушника ты из этого важно сделать в любом да неделя прошла с тех пор как я покинул старый лагерь я предлагал моему другу дасти пойти со мной он засомневался и сказал что подождет еще немного я знаю дасти разговаривал с ним совсем недавно если ты увидишь его передай что он зря остался там здесь же гораздо лучше чем в старом лагере где стражники издеваются над бедными рудокопами надеюсь ему тоже здесь понравится пробудись ну если увижу передам конечно пробудись а я его увижу другие братья так болото очень опасны уже тогда было ясно что дело из одного из света вот этого наверное ты прав чем ты занимаешься я наставляю послушника пропагандирую рисую мучения спящего я и сам еще послушник но скоро я стану идолом одним из гуру я даже говорил с юберианом он избранный он сказал мне что если я буду усерден в постижении нашего учения я и сам смогу стать учителем но знаешь мне спешить некуда вот именно учителем я могу стать в любой момент мне нравится то чем я занимаюсь сейчас поэтому я не тороплюсь что ты здесь делаешь с некоторыми другими послушниками мы испытываем зелья приготовленные корголомом раз в несколько дней его помощник приносит нам новые зелья а мы их проверяем трава растущая на болотах освобождает твой дух если правильно ее рассчитать она поможет услышать слова спящего короче курануть надо ты уже говорился спящим нет еще ни разу не слышал зелья постоянно оказывается недостаточно после каждого испытания корголом спрашивает меня о том каков был результат но мне кажется что мое мнение его совсем не интересует если зелья обладает нужными свойствами он отдает его гуру но скоро я сам стану гуру и тогда я смогу полностью освободить сознание и услышать слова спящего я хочу присоединиться к этому лагерю ты можешь мне помочь ты хочешь стать одним из нас хорошо подожди да думаю я смогу тебе помочь хотя я и не гуру но все же мои слова имеют некоторый вес в братстве окажи мне одну небольшую услугу ты уже говорил с фортуна нет нет тогда пойди к нему и возьми свою дневную дозу если отдашь ее мне я посмотрю чем тебе можно помочь я подумаю ничего страшного три северных темных и я расскажу тебе все что знаю да без проблем это же все таки дневная доза что мне жалко что украина другие братья пробудись фортуна это так скажем местный этот кто травник как правильно сказать который травой торгует блин брыга ну тогда наркотой получается это кстати тоже наркотик своего рода а как делать только он а вот здесь вот вот контролируешь что говоришь людям вот он иди-ка сюда я ни одного новичка не отпускаю без подарка молодец тогда было ясно что этим дело не кончится что это за подарок вот возьми этот болотник это северный темный отличная вещь каждый день я буду давать тебе немного болотника но если тебе нужно больше чем три сигареты ты должен будешь заплатить если найдешь какие-нибудь травы или ягоды заходи ко мне я с удовольствием куплю их у тебя а я думал тебе и так я хочу я думал дневную порцию болотник отнести чтобы получить порцию ты уже получил если тебе нужно больше приходи утром или купи сейчас понятно так меняться пока не на чем да если ты так думаешь вот этот ленивая тварь такое со мной больше не случится возможно больше такого не случится так 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 у меня пока ничего нет поэтому смысл менять бегать кого-то предлагать может быть а ну-ка подожди не думаешь что здесь хоть что-нибудь где ты падла так мне надо да вот он ты я думал это уже давно решили вопрос у меня есть болотник возьми его хорошо наверное ты уже заметил что ни один из гуру не хочет с тобой разговаривать да я и не разговаривал с ними они заговорят с тобой только тогда когда ты сможешь произвести на них впечатление я могу рассказать тебе как это сделать давай как мне произвести впечатление на гуру идолкодар обучает послушников использовать магию спящего если ты хочешь привлечь его внимание используй магию но даже не пытайся опробовать на нем кулак ветра лучше нашли сон на одного из послушников или прочитай другое подобное заклинание идол намип гуру стоящий ворот в лагерь крепкий орешек думаю лестер сможет помочь тебе разговорить его поговори с ним когда его учителя не будет поблизости с другими гуру будет легче поговорить просто постарайся показать себя с лучшей стороны спасибо за твои советы ну сделка есть сделка где я могу найти магию спящего где я могу найти магию спящего идолкодар продает руны и свитки но у тебя все равно не получится их купить если он не захочет с тобой разговаривать верно я может быть тебе с этим поможет какой-нибудь другой гуру магию спящего здесь мне пока делать нечего единственное что мы пробудить можем привести сюда так вот пока еще там в лестер с гуру разговаривает поэтому смысла я не вижу оружие у меня оружие кстати а хрена ли оружие то хоть два раза мы сейчас идем обратно в лагерь а знаете зачем чтобы петуха сюда одного привести который не хотел сюда идти и заработаем еще очки кстати мы еще взяли раз медальон медальон мы взяли кто нэк нэк с ним два персонажа связаны повар и возможно возможно это картограф или какой-то другой а нет страшный какой-то вроде приунывший такой приуныл вот и надо будет ему еще подойти и отдать медальон хотя медальон мы можем и одеть он там может к силе дает может еще к чему я точно не помню давайте посмотрим если вам это интересно конечно документы зелья пища артефакты артефакты магия доспехи оружие это всякая ерунда у нас до хрена а что то я не понял где у меня я что не взял что ли я должен был взять ладно сейчас это не важно добираемся до города блин единственное что да тут телепортации сейчас у вас пока нету потом она по моему будет я уж точно не могу вспомнить ну вроде бы как должна быть и нам надо будет зелья скорости может быть быстро селедки или как она называется во второй части по моему быстро селедка называлась а здесь я даже не помню есть община или нет которая даст нам телепортацию из лагеря в лагерь итак два лагеря мы уже увидели это старый лагерь и лагерь сектантов вот лагерь сектантов чем интересен у него своя магия кстати у каждого магия своя у этих магия огня у нового лагеря магия воды и у сектантов и я даже не знаю сброд природы какой-то там ну предположим молния ветер гроза там я хрен того знать еще чего о тут кстати человек сидел он уже не сидит подождите ну рассказывай давай эй ты Пако 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 я? нет твоя бабушка конечно ты кто же еще ах ты тварь я бы на твоем месте туда не ходил почему похоже ты здесь недавно парень эта дорога ведет прямиком к оркам они с радостью сделают из тебя котлету ох не за что а теперь вот смотрите толкин придумал орков гоблинов и эльфов здесь же почему-то только гоблины и орки где эльфы где они в золотом лесу что ты мне нужен нет не нужно за ним можно будет потом прийти и убить заработать очки так еще раз посмотрим почему аааа точно я не взял амулет аааа да я же перезагружался да 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 я перезагружался и чтоб этот хрен не исчез я не взял амулет и так взяли амулет собираем всякую ерунду так вот амулет давайте посмотрим амулет защита от оружия 5 мы конечно можем одеть но смысл сейчас мы если идем его отдавать чтобы получить очки нам очки опыта нужны поэтому давайте для начала мы пойдем к повару вот это самый безопасный для нас вариант сейчас смотри смотри со стороны давай вот такой кстати прыжок вот такой вот опа смотрите куда-нибудь если на край попадаешь он у тебя подпрыгивает и еще дальше уходит поэтому где то есть акробатика и тогда он прыгает и кувыркается если я не ошибаюсь ну давай 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 тебе расскажу ты говорил что я могу взять столько порций сколько захочу да так и есть так тебе не нужен раньше вроде если я не ошибаюсь вроде нужен был только не вместе да постой так это еще рано нам сюда идем идем нам надо силу немножко прокачать хотя бы ловкость все время одно и то же ну и магию там немножко захватить мамы поэтому будьте внимательны в очках распределения надо выждать время спешка не дышим у нас ну скоро уже второй уровень заработаю подождите давайте где этот козлина сейчас не думаю что здесь нет это не ты вот и может быть нет не ты значит вон сидит пойдем я тебя провожу в дальний путь я был в лагере сектантов и встретил там мэлвина правда он передал мне что-нибудь говорит что там гораздо лучше никто не пинает не кричит эй и он там отдыхает без меня я тоже хочу туда пойти но меня из этого лагеря никто не выпустит почему вот как почему стражники быстро узнали что я собираюсь уйти отсюда мне не стоило так много болтать об этом чтобы они меня пропустили нужно заплатить им не меньше ста кусков руды а если я дам тебе сто кусков ты сможешь уйти из этого лагеря и ты сделаешь это почему потому что скажем так не ты один хотел бы видеть себя одним из братьев в лагере сектантов ты хочешь сказать что ты пойдешь вместе со мной я не просто хочу а пойду вместе с тобой ты меня обрадовал мы пойдем как только ты будешь готов конечно не забудь только что нужно приготовить сто кусков руды для стражников где тут подождите подождите что это не так в истории изменить так ладно кстати в дальнейшем я планирую устроить и конечно же резю это в моем духе даже не знаю здесь вообще кто-то живет нет не могу сказать с уверенностью эй ты ты хочешь поговорить хочу предупредить тебя постарайся не делать это по-моему тот который в начале игры по роже дал большинство тех кто сюда попадает бандиты и убийцы они думают что им все позволено но мы стараемся пресечь своей воли гамес хочет чтобы в лагере было спокойно мы следим за этим но эта работа не из легких вот поэтому я предлагаю тебе поделиться подружески родой в награду за наши труды ты поможешь нам мы поможем тебе если у тебя возникнут проблемы вот я так хотел тебя избежать не хочу пережить это снова это не слишком интересно поговорим о чем почему бы и нет сколько руды тебе нужно не так много всего 10 кусков как говорила одна моя знакомая учительница кафедры когда я хотели уволить она куча выпуске к сейчас у меня нет 10 кусков но тогда я возьму у тебя те что есть остальное отдашь в следующий раз ну-ка посмотрим что у нас тут есть здесь кто-то не умеет считать до 10 да я просто возьму все что у тебя есть тогда я забуду что ты пытался меня обмануть так нет подожди так не пойдет отобрана вся руда до встреч ни о чем не беспокойся пошел ты на хрен я могу пройти так загрузить уж чего-чего ну тебе полная тебе даже кусочка руды не дам прожить а мы можем обойти потому что я не сейчас хочу с ним встретиться я из-за привод вот нужен человечек смотрите нет мне вот этот или вот нет вот здесь живет где-то его сейчас здесь нет сколько можно повторять мой дом непроходной двор у тебя какие-то проблемы оставь меня в покое здесь вы все для меня одна большая проблема все началось с того когда я решил построить свой дом все советовали мне не строить его близко к обрыву но никто не сказал почему я все же построил его именно на краю обрыва а когда я через несколько дней пришел из шахты у меня появилась вторая дверь предатели я их ненавижу на на расстоянии себе не можешь как я их ненавижу а теперь все эти идиоты ходят через мой дом собой разговаривать бессмысленно ой ой подожди и сейчас вот вот он во время тебя раньше не видел ты ведь новенький не так ли да слай предлагаю новеньким работу ты можешь предложить мне работу какую пропал один из стражников нек возможно он ушел в новый лагерь ты новенький здесь не вызываешь подозрений походи по окрестностям понаблюдай а найдешь его так я замолвлю словечко за тебя в лагере так что мне даст какое-то там столичка а что если хочешь присоединиться к нашему лагерю то для начала тебе надо заручиться поддержкой наших людей тебе только лучше будет если я поговорю с я попробую найти мэка расспроси о нем флетчера после исчезновения мэка он контролирует его район где я могу его найти возле арены так я нашел мэка хорошо а доказать можешь отдать медальон так да на нем был амулет вот он амулет из-за него то все и началось а ты смышленый парень уверен ты хотел оставить амулет себе но ты правильно сделал что отдал его если диего будет интересно мое мнение то я буду за тебя спасибо направишься так стой упал ну-ка вот этот помогут очень нужный человечек да это он который решает проблемы как дела я ушел с шахты и теперь мне живется очень неплохо так что жаловаться не на что чем же ты зарабатываешь на жизнь я помогаю людям решать их проблемы если ты поссоришься с кем-то из влиятельных людей я могу позаботиться о том чтобы об этой истории быстро забыли так конечно не возникнут проблемы я могу обратиться к тебе значит если у меня возникнут проблемы я могу обратиться к тебе как ну например ты не угодишь торусу придешь ко мне но знаешь будет лучше если ты с ним вообще не будешь ссориться хотя кто знает что может случиться торус иногда бывает очень упрямым он никогда не разговаривает с теми кто его хоть раз подвел а это плохо он решает что делать с новичками так вот приходишь ко мне а я говорю с теми людьми ко мнению которых торус прислушивается они замолвят ему за тебя словечко и он больше на тебя не в обиде конечно бесплатно никто из них ничего не сделала ясно что это будешь оплачивать ты а я позабочусь о том чтобы твоя руда попала в нужные руки вот давай ка еще дорожится у меня возникла проблема ты можешь мне помочь думаю могу но это будет стоить тебе от 100 до 500 кусков руды но пока нет ладно им не нужно рассказывать возможно давайте поговорим с диего уже так же было ясно что этим до встречи мне надо еще до одного добежать так с этого мы суп взяли и поворот эй ты же ударил меня за что если ты от меня не отстанешь я ударю тебя еще больнее да ты не нормальный даже не подходи ко мне я тебе больше не друг ну и ладно ты можешь за все не так просто если ты покажешь себя с лучшей стороны мы примем тебя и как это сделать найди себе хорошего учителя когда ты научишься подкрадываться или открывать замки тогда я смогу тебе помочь ах ты козел и я хоть и что ты мог бы помочь мне я не знал как понятно так ладно подожди и я и что не то не то не то не то нажал подождите вот вот это второе ты можешь замолвить за меня словечко перед диего все не так просто если ты покажешь себя с лучшей стороны мы примем и как это найди себе хороший это я уже слышал все ладно 100 кусков руды у меня пока нету но есть еще кое-что куть в новый лагерь и мы еще получим бесплатные очки то у нас время деньги сохранимся пойдем расскажи а если я захочу присоединиться к новому лагерю ты поможешь мне если ты этого действительно хочешь мы можем пойти туда прямо сейчас я отведу тебя к ларсу он глава нашей шайки но если ты просто хочешь выкинуть меня из лагеря пожалуйста попробуй давай пойдем в новую хорошо иди за мной давай иду вот кстати вот здесь тоже самое также он если будет убивать будет очки зачисляться тебе на твой опыт все иди только и собирай за ним направо ты как-то какой-то дорогой ешь дорога изумрудный идем дорогой трудной идем дорогой трудной дорогой и прямой заветных три желания исполнит мудрый гудвин и норманд возвратится со мной домой примерно так как-то песня звучит пойдем 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 так подожди я убью их если они будут мешать мне давай все пойдем пойдем я готов ну и это еще не все давай вали его я убью их если они будут мешать мне вот так а вот видите сражники он там сражники туда пока не ходите там орки и это для вас может кончится очень плачевно по крайней мере в начале игры это факт так и забьют мама не горе поэтому надо сначала тот кто прокачает силу ловкость и всех найти надо чтобы все выучили так аккуратней не записи это сломаешься все пальцы или ногу на ровном месте посмотрите я убью их если они будут мешать все взял здесь живет охотник он кстати да тоже что-то прокачивает я уж не помню если они будут мешать мне пойдем пойдем берем я предупреждал здесь собирается у их если они будут мешать мне я убью их если они будут мешать мне это нормально я уж не помню я вроде и раньше сам убивал это все люди которые рассказывают я не хочу слушать болтовню они наверху два охотника тоже которые могут получить вон там и либо с той стороны обходить либо с этой вот я не знаю как можно залезть он паскалетов здесь никому нельзя думать каждый может обман говорить так подожди далеко не уходи как можно не понимать этого я убью их если они будут мешать мне вот он уровень достигнут стоп на пустом месте заметьте опять опять же и кстати вам по-любому надо будет ее расчищать эту пещеру потому что это задание от охотников наверху я не хочу я не хочу ты хочешь сказать наверное я убью их если они будут давай убей ничего страшно так подожди сохранить даже не могу просто так пещеру оставить одну без никто наверное сейчас я посмотрю что здесь есть давай лучше сменим тему что здесь можно взять так мне бы где-то свиток усыпление или что-то в этом роде так все пойдем 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 блин парень ну вот у не сейчас не сейчас не сейчас я убью их если они будут мешать мне второй шкуры взять не умею так что пойдемте тоже по моему ты от может чему-то вас научить ох 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 он тренируется я думал что в кого-то стреляет давай 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 веди давай же отведи так подожди стой я убью их если они будут мешать мне давай так где оружие у него так убери оружие гоблинов мы порешили кстати гоблины своей массе они очень опасны ух ты а я уж не помню были здесь нет раньше вот эти разбойники то честно скажу не помню подождите ой все он уже не стоит он уже не ждет он уже убегает давай никого не ждем он нас не ждет и мы никого не ждем надо бежать за ним при прыжку вот мы и на месте если пройдешь через эти ворота то попадешь прямо в новый лагерь поговори с ларсом он поможет тебе хорошо тебе кольцо оно будет твоим пропуском к нему ларс не станет говорить с первым встречным я все разумал и решил остаться здесь ненадолго я достаточно заработал к тому же обстановка в старом лагере понемногу накаляется если захочешь меня найти зайди в бар он находится на озере увидимся до встречи подожди еще увидимся поговорить с тобой надо мне казалось это проблема давайте оденем кольцо что не случится вот заработали на пустом месте еще очки себе кому нельзя доверять каждый может возможно вор его мне казалось что эта проблема я уже не помню врач и как-то я прокачивался еще даже в самом начале а ну правильно я же за старый лагерь заходил скорее всего ходил бегал искал выискивал так ящеров пока не трогаем нам с ними все равно не справится вечерело мне хотя бы какой-нибудь лук найти потому что стреляюсь и отмашусь как-нибудь даже против всех же самых подальщиков хочу смотреть смысл смотри да так что у меня там здесь никогда варить вокруг слишком много предать стоять лишь уже тогда было я вечером неплохо было бы еще и соты подтянуть и там от улей или чего они там шершней сотых шершней есть которые силе бесплатно обучают 1 плюс 1 к силе вроде немного но на халяву знаете ли нет и интересен нам вот сюда надо блин а где ты раньше ты здесь был нет так ладно обойдем о привет привет я здесь новенький вот хотел узнать как тут дела спроси кого-нибудь еще я просто работаю в поле и ничего не знаю эх парень я бы с удовольствием предложил нашему лорду самому заниматься этой чертовой работой если тебе не нравится такая работа тогда почему согласился работать здесь это случилось в первый же день после того как я попал сюда левти один из головорезов лорда пришел ко мне и предложил поработать на полях конечно я согласился я был новичком и хотел стать хоть в чем-то полезным на следующий день когда я остановился немного передохнуть этот тип появился снова ты же не хочешь чтобы твои товарищи делали всю работу за тебя так спросил он я сказал ему что окончательно вымотался в первый же день что мне нужен отдых и все такое но он даже не слушал просто ухватил меня за воротник и потащил обратно в поле с того случая он каждый день поджидал меня возле двери до тех пор пока я сам не стал ходить на работу не хочу ссориться с этими типами это настоящие головорезы и лучше держаться от них подальше кто он такой этот лорд он появился здесь одним из первых помог основать лагерь и засеять рисовые поля сейчас сидит без дела у себя в амбаре старый толстяк отъелся как свинья все понятно про него подождите вот есть такая одна подлянка они подлянки то везде есть охранник неплохо проскочили без происшествий нам пока туда не надо и то что мы проскочили это вечером ты хочешь пройти в эти ворота да да а ты хочешь меня остановить нет но тебе следует знать что тебя за ними ждет это не старый лагерь и не лагерь сумасшедших сектантов и и как здесь живется у нас нет охранников или стражей которые следят за порядком здесь каждый сам за себя только мы наемники стоим друг за друга неплохо стать наемником а чем занимаются наемники мы служим магом воды мы их защищаем все что мы хотим это вырваться из этой колонии у нас тяжелая работа но мы не хотим променять на удобную жизнь под крылышком гамеза чьи люди живут за счет рудокопов наш лидер ли он великий человек только благодаря ему наш лагерь еще не развалился а что делают здесь маги они изучают магические свойства руды которую добывают наши рудокопы насколько я знаю они хотят взорвать эту гору руды которую мы уже собрали это уже важный факт что этот взрыв уничтожит барьер наверное это будет очень опасно они говорят что такой взрыв не опасен для людей здесь есть большая гора руды я бы сказал да думаю нашей руды хватит даже на то чтобы купить королеву но мы ни за что не отдадим свою руду этому старику мы готовы заплатить эту цену за нашу свободу конечно не сомневаюсь а кто еще живет в лагере в основном здесь живут воры порядок в лагере их не беспокоит я бы им даже охрану ворот не доверил по моему от крестьян гораздо больше пользы чем от них итак где находится рудная гора а где находится рудная гора ты хочешь увидеть целую гору руды всю нашу руду мы складываем в центре пещеры но к горе никому нельзя приближаться ее постоянно охраняют маги и наемники да мы и не хотим да я просто так спросил эй будь осторожен ой у тебя даже имя есть так а тут что-то как живо назвали тут ключевая фигура грок или гурога которая тоже очень интересный персонаж вау гомер строитель плотины ты что-то ищешь я ищу течь в плотине похоже над основанием поработал шнык эта тварь своими зубами и когтями подтачивает камни и деревянные балки под водой если так будет продолжаться плотина вскоре разрушится может я могу тебе чем-нибудь помочь конечно просто избавься от этой твари пока она не разрушила плотину где найти этого шныга я бы поискал на другой стороне озера туда никто не ходит скорее всего именно там находится логово шныга это ты ее построил да я построил эту плотину когда мы основали новый лагерь конечно все помогали но я был главным строителем так шлик находится вон там на том конце озера но мы сейчас не к нему идем мы идем кто там ли будем говорить с ним здесь никому нельзя доверять так стоп смотрим тут есть задание такое ой что ты здесь делаешь гуру прислали меня проповедовать учение спящего среди неверных но эти люди ничего не хотят знать о духовном просветлении поэтому сейчас я просто продаю болотник уж его то здесь раскупают быстро так быстро что моего болотника здесь всегда не хватает почему бы им не послать сюда кого нибудь еще у меня есть здесь помощник идол и сидра но он целыми днями пропадает в баре на озере где пропивает весь свой болотник его больше привлекает шнапс чем служение спящему от него мне никакой помощи думаю теперь у тебя никак не получится справиться с этим наши братья позаботятся об идоле и сидра я уже отправил сообщение к оргалому я могу помочь тебе продавать здесь болотник я не могу доверить это важное дело незнакомому человеку только одному из наших последователей могу позволить это но и дворя помощь может мне пригодиться в этом лагере не все еще знают о болотнике попробовав его один раз они будут приходить ко мне еще и еще спрос на него повысится а что я получу если раздам твой болотник я сумею щедро наградить тебя ты можешь взять у меня свитки хранящие тайную магию спящего еще я могу помочь тебе вступить в наше братство если ты этого пожелаешь у меня хорошие отношения с коргаломом и идолом теоном которые отвечают за прием послушников юбери он прислушивается к их советам если все это тебе не по нраву ты можешь выбрать руду тогда я заплачу тебе сто кусков за твои старания оставь себе хорошо давай болотник кому его нужно раздать думаю тебе легко удастся найти тех кто возьмет у тебя болотник но каждый из них может получить только одну сигарету не больше еще если кто-то заберет у тебя этот болотник или ты сам его используешь то можешь считать что мы ни о чем не договаривались конечно без проблем не самое лучшее решение так итак вот он болотника хочешь болотника хочешь это уже вот тебе за него 10 кусков руды 〜 приходи ко мне да я думаю что здесь что-нибудь изменится realidad болотник это уже давно решена да вот тебе за него 10 кусков руды если захочешь пробовать еще приходи ко мне хоть ускоряйся блин только между нами другим не нужно больше не хочу слушать эту болтовню где люди я думал это уже да вот они уже тогда было ясно что этим дело не кончится это же ничего не ответишь не самое лучшее решение эй как дела хочешь что-нибудь купить мне бы не помешало пара вещей давайте я для начала продам что говорят чертпак один мне казалось что и бокала два подождите у меня же еще оружие есть подождите подождите вот она ой уже тогда было ясно что этим дело не кончил раньше все было гораздо лучше все сравниваем людям лучше этого не знать со мной такого не случится такое со мной больше не случится мне бы не помешал я нифига не продал каждый может обманулся раз-два-тристи чем что-нибудь говорится я набор крылья кстати не знать они вроде никого не нужны уже тогда было ясно что этим дело не кончится как можно так нельзя верить всему что говорят вот так здесь нельзя говорить что папа не поможет и почему нельзя держать язык можно не понимать такое со мной больше не случится это не слишком здесь никому нельзя на время чем-нибудь другом каждый может обмануть знаешь а в этом вот так есть отношение к этому делу подтвердить с тобой поговорили здесь продали эй ты кто я да да ты подойди ка сюда здесь нельзя говорить что попало так у меня есть болотник хочешь еще бы вот 10 кусков руды 3 если у тебя найдется еще с удовольствием куплю ты ведь и не так давно здесь да и я сразу это заметил и тебе нужно многое знать и уметь чтобы выжить здесь и я могу получить тебя и если хочешь прежде всего следи за тем с кем ты разговариваешь например будешь вон тот вор у костра очень опасный тип держись от него подальше попробую почему есть у него одна нехорошая привычка бить всех новичков так что постарайся не попадаться ему на глаза ты можешь научить меня чему-нибудь зависит от того что ты хочешь узнать так подкрадывание взлом замков воровством это потом что у меня сейчас дело есть может быть это правда ты все понял правильно я вообще-то сюда хотел залезть так может быть это правда просто хочу может быть ты захочешь болотника а у тебя он есть я куплю у тебя сигарету за 10 кусков руды возвращайся в любое время брат в этом деле главное вы ждать время каждый может обмануть просто давай еще раз болотник захочешь болотника а у тебя он есть я куплю у тебя сигарету за 10 кусков руды возвращайся в любое время брат здесь никому нельзя доверять вокруг слишком много предателей так что у меня там с зеленым болотником что попало а новичок новичок у меня давай лучше сменим тема пять еще надо сохраняй это в тайне людям лучше этого не знать возможно у меня есть болотник хочешь еще бы вот 10 кусков руды прекрасно если у тебя найдется еще так глупость мою что здесь можно хоть что-нибудь изменить просто подумал может быть а у тебя он есть возвращайся в любое время давайте наверное ты нельзя верить всему что говорят вот неплохой похоже ты не слишком проворен я могу помочь тебе а чем ты сможешь мне помочь я могу обучить тебя контролю над телом это искусство называется вот это нужная вещь акробатика ясно что этим дело не кончится подожди я не имею отношения к этому ловкости 20 очков обучения руды это пока подожди тогда было ясно что этим дело не кончится мне надо сначала руду раздать ой руду просто подумал может бурю надо рождать болотнику а у тебя он есть я куплю у тебя сигарету за 10 кусков руды возвращайся так еще двое волк тоже ключевая фигура кто ты меня зовут волк я делаю доспехи где здесь продаются хорошие луки ты пришел туда куда нужно ты можешь купить у меня хороший лук если у тебя есть труда я покупаю меха и шкуры у охотников если у тебя найдется что то подобное с удовольствием куплю хорошо ты можешь научить меня чему-нибудь так ты можешь научить меня чему-нибудь развивай ловкость это поможет тебе добиться успеха в охоте я хочу научиться стрелять из лука я могу научить тебя но не бесплатно мне тоже нужно на что-то жить сколько ты хочешь каждый мой урок стоит 50 кусков руды и торг здесь не уместен ну и ладно так мне нужен доспех получше сейчас я не могу продать их тебе ларс мне голову оторвет если я продам доспехи чужаку так ладно как добывается михай шкуры по пути в новый лагерь живет охотник эйдан он может тебя научить как правильно разделывать добычу редфорд и дракс живут в северной части старого лагеря по пути к рыночной площади по пути к рыночной площади так ладно мне еще надо два болотников их ночь тоже ключевая фигура кто ты я горн наемник магов а что должны делать наемники ли заключил с магами сделку он нанял всех лучших бойцов в колонии то есть нас мы следим за тем чтобы никто не мешал рудокопом добывать руду и охраняем магов а маги делают все чтобы мы смогли освободиться отсюда за наши услуги нам отдают часть добытой руды могу я где-нибудь здесь остановиться так чтобы не пришлось никого выгонять из дома не думаю но если уж так хочется поговори со шрайком он занял первый дом прямо напротив входа в пещеру он пустовал но вообще то он принадлежит нам нам? ну да наемникам мы живем отдельно от воров и обычно никто из шайки ларса не появляется на нашей половине пещеры для нас это не так важно но шрайк никого не спрашивал а ворам ничего нельзя спускать с рук иначе они наглеют вот это я правильно ручки ему отрубим что я должен сделать чтобы меня приняли в новый лагерь ты должен научиться хорошо владеть оружием чтобы Ли взял тебя на службу не важно какое оружие ты будешь использовать еще ты должен знать наши законы и разбираться в жизни лагеря если ты не собираешься присоединиться к другому лагерю обратись к ворам и только потом приходи к нам о хорошо еще еще увидимся да эй надо к ворам идти блин это подождите где вы там а вон еще люди есть подожди а стой я от вас же да прибыл ну-ка Торлов кто ты такой Торлов я был одним из главных организаторов мятежа на одном из военных кораблей не стоило этого затевать большая часть команды была на стороне капитана вот поэтому я и попал сюда я хочу стать одним из вас Ли не возьмет к себе неизвестно кого сначала ты должен показать на что ты способен а до этого тебе придется иметь дело с Ларсом и его шайкой если хочешь послушайся моего совета укради что-нибудь ценное из старого лагеря или из старой шахты если воры из шайки Ларса поймут что ты тоже против Гамеза тебя легко примут в наш лагерь а как мне украсть что-то сначала постарайся войти к ним в доверие а потом ты запросто сможешь их ограбить так что ты от нас побежал подождите подожди я хочу стать одним из вас Ли не возьмет к себе неизвестно кого сначала ты должен показать на что ты способен а до этого тебе придется иметь дело с Ларсом и его шайкой если воры из шайки Ларса поймут что ты тоже против а как мне сначала это мы слышали ладно так хотим если мы поспать надо вот здесь разобраться на ну как я и говорил сначала мы пойдем блин блинский так они все спать разбежались да давай вставай мне еще двоих надо зачем ты меня разбудил просто подумал а у тебя он есть я куплю у тебя сигарету за 10 возвращайся в люб пока хватит с тебя эй постой пошел отсюда давай за болотника хочешь да вот тебе за него 10 кусков руды если захочешь продать еще приходи ко мне размечтались так ну что ж вот мы и сделали так ты где здесь эй ты да не ты где ты господи ты ушел наверно в бар а ты куда собрался а куда еще здесь можно идти к ларсу мне нужно к ларсу мне кажется он не захочет с тобой разговаривать я сам с этим разберусь ну не буду тебя задерживать вот так и куда это ты собрался я хочу поговорить с ларсом ларс здесь но у тебя должна быть веская причина чтобы побеспокоить его меня прислал так я хочу присоединиться к вам ты не один такой если хочешь пройти тебе придется предложить нечто особенное меня прислал мордорок его уже давно здесь никто не видел похоже на то что он переметнулся к старому лагерю он показал мне дорогу сюда мордорок вернулся если встретишь его то передай что ларс хочет видеть его мордорок передал кое-что для ларса что кольцо наверно наверняка дорогая вещь хорошо можешь увидеться с ним так хорошо больше так не х 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 одним из вас. Да? А кто ты вообще такой? Ну какая тебе разница? Меня прислал Мордорок. Он передал тебе это кольцо. Хорошая вещица. У нас так принято. Взял что-то, поделись с главарем Шайки. Но то, что он доверил это кольцо тебе, говорит в твою пользу. Я хочу, чтобы ты сходил к нему и передал ему кое-что от меня. Скажи ему, что нам нужно заслать в лагерь сектантов своего человека. Я хочу знать, что они там затевают. А что еще нужно сделать? У идола Исидра из лагеря сектантов есть трава на 400 кусков руды. Я хочу, чтобы ты забрал у него эту траву. Мне не важно, каким образом. Если так, то продай и принеси мне 400 кусков руды. Тогда можно будет поговорить о твоем приеме в нашу Шайку. Хорошо. Так. Ладно. Этого достаточно, чтобы меня приняли в Шайку? Мордорок рассказал мне о тебе. Но ты еще не готов. Иди выполняй другие поручения. Так. Ладно. Не больше, не меньше. Давайте-ка посмотрим. Так, что у нас по времени? Это где-то пол третьего ночь глубокая. Кабак зайдем. И что же мне надо будет? Шатаются тут всякие. Куда это ты собрался? Туда. А для тебя вход закрыт. Сюда могут приходить только воры или рудокопы. Я рудокоп. И сейчас я хочу выпить чего-нибудь покрепче. Что-то ты не похож на рудокопа. Тебе сюда нельзя. Ну и ладно. Так. Ладно. Давайте. Вау. Где ты? Ну давай. Докуривай. Я с тобой разговариваю. Я раздал весь болотник. У меня уже побывали новые покупатели. Ты хорошо справился со своей задачей. Как я могу отблагодарить тебя? Так. Свитки. Расскажи мне о них. Помоги. Мне присниться к братству. Так. О магических свитках. Ты говорил что-то о магических свитках. Расскажи о них поподробнее. Кулак ветра, чары, телекинез, пирокинез и сон. Ты можешь выбрать три свитка. Так. Давай мне свитки. Я возьму магические свитки. Ты принял хорошее решение. Выбирай три свитка. Мне надо сон. Так. Пирокинез возьму и чары. Ты взял три свитка. Используй их с умом. Да без проблем. Так. Теперь. Что тебе здесь надо? Хочешь проблем? Эй, успокойся. Я новенький. А. Ну тогда ладно. Сам понимаешь. Тут такая толпа людей и каждый думает, что он самый крутой. Я такого не думаю. Что такой человек, как ты, делает среди крестьян? Ли мне предложил. Я уже больше не дерусь. Разве только для самозащиты. Я убил одного парня. А это уже серьезно. В общем, меня вышвырнули в эту богом забытую колонию. Справедливо, правда. Как это тебя угораздило? Да в кабаке подрался. Я не хотел убивать того парня. Просто сильно его ударил. Я был кузнецом в то время и не очень осознавал свою силу. Так. Почему мы пришли именно к этому лагеру? Я бы хотел быть... Сейчас надо правильно ответить, чтобы... Можешь и бесплатно силы? Может, и могу. Вот только зачем тебе нужна сила? Так. Хочу поставить на место всех этих уродов. Просто для самозащиты. Просто для самозащиты. Чтобы остаться в живых, лучше иметь быстрые ноги, чем силу. Или ты думаешь, выбивать челюсти лучше, чем жить спокойно? Так. Хочу поставить на место всех этих уродов. Да, но сделав это, ты сам станешь одним из... Так что я учить тебя не буду. Что я тебя учить не буду. Так. Почему ты пришел именно в этот лагерь? Ну, ладно. Что я тебе скажу? Я мог бы присоединиться к сектантам, но не хотел, чтобы эти гуру промывали мне мозги. В старом лагере у меня были проблемы со стражниками. А вот воры и наемники были более привекливы ко мне. Они боятся тебя? Может и так. В любом случае, здесь меня оставили в покое. Может и тебе попробовать стоит. Надо было подумать, пойти, потом через какое-то время подойти. Я уже много думал об этом. И? Придумал что-нибудь получше? Нет. Вот и я тоже. Так, ладно. Так, что поспать мне? Или за шмыгой сходить? Я даже не помню, смогу ли я ее убить. Давайте посмотрим. Шмыга. Ау. Иди ко мне. Давай, давай. Вот она. Сохранить. Не та кнопка, не та, давай. Блин, ага, сейчас нахрен. Не пойду я к ней. Все. Хорош. Кстати, можно попробовать этого отхреначить. На плотине. На плотине. Ой, на плотине, блин, а этот, который в доме, пассивный. Перепутал, прошу прощения. Давай, выплывай. Только я даже не знаю, сможем ли мы его победить. С киркой-то. Давайте будем пробовать. Убивать нам его первоначально-то не надо. Вот он здесь живет. Так, как дела? Как дела? Уйди от меня. Подожди. Как дела? Уйди от меня. Подожди. Теперь у меня есть повод убить тебя. Подожди. Блин. Что-то у меня быстро гасишь как-то. Сейчас мы силушку прокачаем. Подожди, а где-то это ловкость какую-нибудь там. Хотя бы на один. А, акробатику прокачаю вообще. Тут обучаюсь. Умница. Подожди. Можно, конечно, в этих. Убища такое. Блин, да стойте. Почему ты меня бьешь? Успокойся. Я знаю, где я переночую. Там всегда место есть. Ухо с рассветом. Ух, я буду зверствовать. Да какой зверствовать. Надо уже акробатику качать на взлом замков. Хоть что-то выполнил. Давай, давай, давай. Сюда, сюда. Вот. Они всегда готовы помочь. Да? Спать до утра. Что такое? Вот все уже на работе, а я только проснулся. Прекрасно. Прекрасно. Давай. Бежим. Не надо взлом прокачать. Давай, давай, давай. Жалко, что нельзя вот этих отвлечь, какие-нибудь штуки, чтобы они ушли. Ой-ой-ой-ой. Сам это что, подойдет подругу до копа, и то я не ладно. Я по верху, да, шел? Мне бы не помешал. Продажа мне не интересует. Это кто-то спит? Кто спит, я спрашиваю. Нельзя верить всему, что говорят. Во. Надо выздать время. Не хотел бы я попасть. Так, ладно. Делать всему, что говорят. Сидят, вышли на прогулку. Ты хочешь сказать со мной больше не знаешь. Сколько можно обманять одно и то же? Об этом слишком много вопросов. Начнем прямо сейчас. Я не смогу стать твоим учителем. У тебя недостаточно практических навыков. Ну ладно. Ты хочешь сказать? Не думаю, что здесь можно что-нибудь изменить. Мне казалось, что это проградом. Так ты говоришь... О! Кстати! Вот он, с кем можно поговорить. Он, по-моему, должен со мной разговаривать. Приветствую тебя, маг. Да пребудет с тобой благословение Аданоса. Я могу помочь твоему духу стать сильнее или дать тебе что-то полезное. Что я могу сделать для тебя? Я поменяюсь. Вы хотите разрушить барьер? Вы хотите разрушить барьер? А как это можно сделать? Для этого нам нужно очень много руды. Во время особой церемонии мы направим всю силу собранной руды на барьер и уничтожим его. Конечно, эта руда привлекает многих, кто любит брать все, что плохо лежит. Поэтому у нас каждый защитник нашего плана на счету. Я хочу присоединиться к этому лагерю. Если ты хочешь присоединиться к этому лагерю, поговори с Ли или с Ларсом. Так, ладно. Я хочу стать магом. Мы не можем раскрывать наше тайное знание своим врагам. Только когда ты докажешь нам, что ты верен нашему делу, мы сможем приступить к твоему обучению. Так, у меня есть послание, так... У меня есть послание к верховному магу Круга Огня. Здесь живут только маги Круга Воды. Магов Круга Огня можно найти в старом лагере. Но мне нельзя в замок. Ты можешь помочь мне попасть туда? Иногда мы посылаем гонцов к нашим братьям в старом лагере. Но мы доверяем свои послания только людям Ларса. Он заботится о сохранности наших посланий в течение многих лет. Я могу помочь тебе в этом. Здесь никому нельзя доверять. Каждый может... Это же не мое дело. Сколько можно... Так, ладно, значит нам надо... Нам надо... Ити в этот лагерь сектантов, я так думаю. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Пока, блин, не прокачаемся. Так, еще... А, точно, сейчас вот еще можем это... Водичку раздать. Подожди, рано еще. Блин, там-то тоже подумать надо было. Два раза даже он намекал, что подумать. Так, здесь мы отказаться не сможем. Он нас завалит нахрен сразу. Мы еще слишком слабы, чтобы сказать нет. Эй, ты недавно здесь, да? Нам здесь нужен человек, который сможет разнести воду для крестьян, что работают на полях. Тебе сейчас как раз не помешают новые знакомства. Что скажешь? Ну-ка, вот так вот. Может, позже. Позже не получится. Мне нужно, чтобы ты помог мне сейчас. Так ты будешь помогать или нет? Так, если я откажусь, он меня точно захренатит. Хорошо, я помогу тебе. Хорошо, иди к лорду. Он даст тебе воду и скажет, что нужно делать. Давай. Лорд. Давай. Это ты управляешь рисовыми полями, ведь так? А что? Тебе нужна работа? Меня послал Левки. Да? И что он сказал? Что-нибудь изменится. Я должен отнести крестьянам воды. Отлично. Держи. Дюжина бутылок с водой. Крестьян там намного больше, так что следи, чтобы всем досталось поровну. Хорошо. Я давно это знал. Так ты говоришь... Эх. Мы могли бы сработаться. Ты можешь что-то предложить? Я не хочу слушать эту болтовку. Потом. Все потом. Итак, 12 бутылок. Идем с верхнего. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Вот отсюда пойдем. Никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Меня прислал Левки. Спасибо. Блин, сейчас ждать, когда каждый еще хлебнет. Потом они вот один уходят. Мне потом как потом вас почитывать, искать? Это самое лучшее решение. Давай. Меня прослал Левки. Я принес тебе воды. Спасибо, парень. А то я уже готов был пить хоть из лужи. Так. Я уже много думал. И? Придумал что-нибудь? Нет. Вот и я тоже. Блин. Мне какой-то ответ надо найти. Так, это третий. Меня прислал Левки. Я принес тебе воды. Спасибо, парень. Давай. Пожалуйста. Всегда пожалуйста. Спей быстрее, падла. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Сужие проблемы не мое дело. Так. Меня Левки послал. Спасибо, парень. Я умираю от жажды. Так. Это был четвертый. Меня прислал Левки. Спасибо. Мне ее так не хватало. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь. Возможно. Возможно. Пятый. Шестой. Меня прислал Лев. Почему? Это не слишком интересно. Пейте, батарея. Вы так запарили, блин. Мне еще столько же обойти надо. Это не самое лучшее решение. Эх. Наверное, ты прав. Меня Левки послал. Сев. Чужие проблемы не мое дело. Лупость неизлечима. Я давно это знал. Эх. Наверное, ты прав. Восемь. Больше не хочу слушать эту... Меня... Давай, пей. Восемь. И почему нельзя держать язык за зубами? Такое со мной больше не случится. Меня послал. Ой, счет трое всего лишь осталось. Я не имею отношение к этому делу. Наверное, ты прав. Так. Трое. Это не... Любые трое. Меня... Вот ты счастливчик будешь. Вот этот белобрысый. Тоже подойдет. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Прежде чем что-нибудь... Меня... Спасибо. И потом еще кто-нибудь один. И все. Воду я раздал. Но это еще не все. Это же падло такой. Этот левти... Ой, как... Как многие, наверное, хотят его убить. Он же тварь еще-то... Меня лев... Все спасибо. Всем спасибо. Всем хорошего дня. Дня. Ха-ха. Раньше все было намного лучше. Не то, что сейчас. Такое со мной больше не случится. Давай. Так. Сохранимся. Возможно... Отлично. Ты все же можешь нам пригодиться. Думаю, ты справишься с этой работой. Теперь ты будешь разносить воду каждый день. Иди и... Размечтался. Ладно. Своё мы получили. Мы уходим. Мы ищем... Нашего вора. Может быть, это правда. Так. Надо сообщить ему, что... Кого-то отправить. Знаешь, я не имею отношения к этому делу. Так. А где ты? Я не причастен к этому делу. Он сказал, когда увидишь меня там, я буду здесь где-то. Ну-ка ищем. Где у меня? Так. Водонос для Лефти. Крестьянин Горацио. Так. Дом Шайка. Я должен взять болотник Морган. Моргак. Моргак. Фонтов. Вот мне его надо. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Эй, ты! Чё, мне нельзя? Убер... На этот раз тебе повезло. Но я бы с удовольствием проучил тебя. Да я и так смотрю, как можно быстро. Так. А где вот он? Он, наверное, в кафе сидит. А в кафе, мне как пробрать. Так, ты кто? Ярвис. Вот там наверху двое еще стоят. Сейчас мы узнаем, кто это. Два наемника. Почти упал. Так. Куда это? Да, я... У тебя... Трево... Следующий раз. А чё ты развернулся так нему? О, отлично! Не понял, чё за бред-то. Так, он меня убил. Понятно, мне тут делать нечего, да, сейчас? Блин. Потому что я думаю, что он, скорее всего, там. И почему нельзя держать язык за зубами? Я слаб. Хоть что-нибудь изменить. Может быть, это правда. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Так, где ты? Ты хочешь сказать, я верю, всему, что говорят. Интересно. А в этом, что такого не случится? Волк, ну-ка, чему ты можешь обучить? Ты, развивай ловкость. Так. Это потом. Всё потом. Диего меня ещё может научить, точно помню. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Интересно, в этом что ты... Чужие проблемы не моё дело. Не самое лучшее. Интересно. Кстати, у меня с концом-то, да, клея можно пропасть. По крайней мере, так гласила легенда. Ты сам знаешь, куда... И куда? Ты идёшь к нашему предводителю, Ли. А что я должен сделать, чтобы ты пропустил меня к Ли? Ничего. Здесь тебе не старый лагерь. А Ли не такой, как Гомес. Ему не нужна толпа прислужников, за которыми можно спрятаться. Он и сам сможет себя защитить. Мы охраняем его и помогаем только тогда, когда это действительно нужно. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Вот так вот. Ой, куда? Держись. Тоже ключевая фигура. Все собрались. Ты глава наёмников, да? Да, ты совершенно прав. Что делают наёмники на службе у магов? У нас не такая уж сложная работа. Мы должны охранять руду и защищать магов. Иногда маги дают кому-нибудь из нас особые задания. Так, ну это понятно. Я хочу стать одним из вас. А ты храбр. Думаешь, я так просто принимаю каждого, кто ко мне приходит? Сначала познакомься с жизнью нашего лагеря, а я буду за тобой приглядывать. Хорошо. Так. И почему нельзя держать язык за зубами? Так, давай. Как идут дела? Так, ты мне ответишь. Пока магам удаётся поддерживать хрупкий мир в колонии. Но если набеги на караваны Гамеза не прекратятся... Расскажи мне об этом в лагере. Походи по лагерю, поговори с людьми, ты сам всё увидишь. Только не вздумай беспокоить магов по пустякам. Как мне присоединиться к вам? Нам не нужны слабаки. Но если ты крепкий парень, у тебя есть шанс. Поговорись ли? В тупик вы меня загнали, ребятки. Закончить. Не думаю, что здесь хоть что-то. Наверное, я сделала, чтобы сам... Блин, мне как траву-то там украсть. Раньше всё было намного лучше. Я не вернусь к этому делу. Это не слишком интересно. Поговорим о чём-нибудь другом. Не хотел бы я, чтобы со мной расстроили. На всякий случай. Это не так интересно. Говорю, что-то, блин. Либо я слишком слаб ещё, либо... Сейчас, подождись, когда силу наберу, я приду и тебе наваляю. Либо это такое, это мог у меня, потому что Готика-1-1 там вроде... Даже слабый какой-то уродный мог причинить. А может я с мечом уже был тогда. Пути ржавом, но меньше. Ладно. Тем не менее, мы сейчас выдвигаемся. Зачем мы выдвигаемся? А, нам же надо... Это... В старом лагере немножко пошуметь. Ну и к сектантам сходить. Блин, вот здесь потом в следующий раз... Осторожней проходишь. А то, блин, ополчится на меня. Такое со мной больше не случится. Давай... Давай... Нам сюда. Блин. Карта вроде маленькая, набегаюсь. Только между нами. Другим не нужно рассказывать. Возможно... Два привратника. Мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Ой... Чудо в перьях. Столько шерсть не было. Еще ничего выдирать. Даже не умею. Ну, ладно. Мне надо... Только лук хотя бы. Сюда. Если ты хочешь пройти, тебе придется заплатить 10 кусков руды. Иначе ничего не выйдет. Понял? Кажется, настало время... Вот не вези. Да почему стоит? Я блин... Я же к тебе не лезь. Чертый блин. Ладно. Иди ты нахер. Мы... Наверное, ты прав. Я без тебя. Сами уши. Сами. Блин. Когда вот акробатика. Хорошо. Вот отсюда с моста на крышу прыгаешь. Он на ту. Потом проходишь. Там еще прыгаешь. И все. Не надо тебе бегать. Вот это все. Акробатика в помощь. И... Блин. Говорю. То, что 11. Она самая лучшая. По крайней мере, на мой взгляд. Особенность еще и оригинал. Там, где песни, пляски, пляски и танцы есть. Нужно думать прежде, чем... А потом все вырезаешь их всех. Этих крестьян, воров, стражей. Ох, бесчеловечно. Потому что в шахте, перед тем, как она обрушится, мы еще до этого дойдем. Есть подобную переделку. Да. Наверное, ты прав. Ага. Блядь, это не вы. Леш. Давай направо. Я не причастен к этому делу. Так вот, по идее, можно вон там поди. Только я уж не помню, можем мы там пройти или нет. Так, от вас я убегу сейчас. Да не надо. Ой, а там шерсти. Я уж даже не помню, смогу ли от вас убегать. Убежать. Давай, беги. Ой, я не туда вышел. Ой, не туда. Да вы сдурели, что ли? Ага, сейчас я буду с вами тут со всеми. Вы кучка идиотов. Я, блин, ошибся, случайно зашел сюда. А вы, блин, всей толпой на меня. Идиоты. А вот всего-то немножечко, видите, вправе забрал и все. И мне чуть хана не настало. Куда бежим? Фуууу. Так, минутку. Сейчас. Тут же мы пещеру очистили. А тут ничего и нету. Пещерки-то. Давайте поговорим с ребятами. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Мне уже надоело это слушать. Ну, расскажи мне, блин. Держись. Так, оказывается, это бандиты и разговаривать с ними не надо. Так что мы туда не пойдем. Я думал, это охотники, блин. А, это во второй части охотники, блин. В первой части бандиты, конечно. Ну, хотел бы я что-то со мной поступили. Ну, я-то об этом не знал. На. 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 Да подожди ты. Вот так. Ну, жука-то весного я хоть победил. Сюда. Вот пещерка. А в пещерке людоед. Заходи к нам на обед. Он хватает нож, дело ясное. Ну, давай. Чем ты занимаешься? Я охотник. Здесь я охочусь на падальщиков. Так, может я у тебя... У кого я могу купить хороший лук? У меня. Лучших луков. Ты в старом лагере ни у кого не найдешь. Так. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Какой воровский трюк? Так, в стрельбе из лука и кое-каким воровским трюком. Подожди. Я хочу со свинками сначала разобраться. Давай. Сейчас я наваляю. Не, одна, одна свинка. Подожди. Подожди. Давай. Подожди. Блин. Ладно. Потом я с вами расправлюсь. Зверю. Подожди, а если я вот сюда залезу. Сейчас я тебе в голову оторву. Так, понятно. Мы не залазим. Голову оторвут. Я потом приду. А теперь пока. Это чё? Так, здесь все собираем. Так, и так-то немного. Болезете, кратокрыса надо оружие поменять. Чтобы оружие поменять надо силушку хотя бы немножечко прибавить. Надо ещё вам всякий по сундукам растолкать, которые потом можно будет достать в случае чего. И сюда-сюда. Ладно. Хрен с тобой, золотая рыбка. На! На! Еще давай! Еще, 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 все, раскудахталась. Слушай, ты птица. Так. Здесь никому нельзя доверять. Каждый может обмануть. Так, и тут можно не понимать этого. Нам же надо к Гамезу подойти и сказать, что это больше нету шлепка. Я бы я попасть в подобную переделку. Я не хочу это увязывать. Диего сказала, что это... Наверное, ты прав. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Все было намного... Больше он не сунет сюда свой нос. Было бы лучше, если бы ты убил его. Возможно, ну, это так. Диего сказал. Что это от тебя зависит. Если Диего думает, что ты можешь быть полезен, почему он сам не занимается тобой? Послушай, Диего должен проверить. Испытать тебя. Если он решит, что ты подходишь, я пропущу тебя в замок, и ты сможешь встретиться с Гамезом. А там уже все зависит только от тебя. Ясно? Я поговорю с Диего. Так. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Ну вот уже... Смотрите, уже хорошо, уже сахар. Я не буду вмешиваться. Я говорил с Торосом. И что он сказал? Он может принять меня в лагерь, если ты дашь на это свое согласие. Вижу, у меня появилась еще одна забота. Мы начнем прямо сейчас? Первым делом, тебе нужно узнать несколько вещей. Что я должен знать, чтобы меня приняли в старый лагерь? Если хочешь вступить в лагерь, ты должен заработать авторитет. Во внешнем кольце есть несколько влиятельных парней. В основном призраки. Если окажешь им пару услуг, считай, полдела сделано. Потом ты должен будешь пройти тест на преданность. Кроме того, каждый новичок должен обучиться нескольким способностям. Чем больше ты умеешь, тем больше от тебя пользы для лагеря. Где найти этих влиятельных людей? Так, ну, один из них перед тобой. Потом еще Торос, с ним ты уже знаком. А остальные, их ты найдешь сам. Если ты даже на это не способен, то тебе тут нечего делать. Погуляй по внешнему кольцу, поболтай с людьми, и ты поймешь, кто есть кто. Больше не хочу слушать эту болтовлю. Кто здесь может научить меня чему-нибудь? Начни с Фингерса. Он самый опытный среди нас. И если у тебя есть голова на плечах, ты легко найдешь себе еще учителей. Где я найду Фингерса? Его хижину не сразу заметишь. Она прямо под стеной замка, по дороге отсюда к арене. У ворот замка поверни налево и спускайся вниз в сторону арены. В какой тест я должен пройти? Ты отправишься в старую шахту. Там встретишь одного парня, его зовут Ян. Он даст тебе список. Эта бумага важна для нас. Там список припасов, которые нужны ребятам из шахты для нормальной работы. Они получат все это с ближайшей поставкой. Без проблем. Да нет, проблема все же есть. Новый лагерь ни в коем случае не должен получить этот список. Я уже сказал, что это важно. Если у тебя все получится, ты сделаешь большой шаг в своей карьере. Я как... Может быть, это правда. Как может Ян передать мне такую важную бумагу? Он же меня не знает. Не бойся. Даст, когда скажешь, что ты от Диего. Я ему так и скажу. Где находится старая шахта? Давайте по порядку пойдем. Где находится старая шахта? Подойди к Грэхэму. Он картограф. Скажи, что ты от меня. Он даст тебе карту, и по ней ты найдешь путь к шахте. Он живет слева от северных ворот. Хорошо. Хорошо. Сейчас мы кое-что сделаем. Тогда... Давайте до конца. Ты можешь меня научить, чем... Ты можешь научить меня чему-нибудь? Да. Я могу научить тебя, как повысить силу и ловкость. Может быть, это правда. Это уже давно решено. Хорошо так. Что думают обо мне в лагере? Ну, я тут поговорил с людьми. И что? Слай рассказал, что ты помог в поисках Нека. Похоже, он тобой доволен. Фингер сможет тебя многому научить. Я бы на твоем месте сходил к нему. Надо бы мне переговорить с Дексером. Он решил использовать тебя для своих торговых дел. Хотя... Насчет испытания нет никаких правил. Если ты сделаешь это, твой авторитет поднимется. Торус говорит, что нам нужны ребята вроде тебя. Это хороший знак. Физк теперь тебя недолюбливает, парень. На твоем месте я бы быстренько подыскал замену Мордрогу. Действуй шустрее, если ты хочешь хоть чего-то добиться в этом лагере. Решенный вопрос может. Понятно. Ты хочешь... До встречи. Нельзя верить всему. А, подожди, стой. Возможно, здесь никому нельзя доверять. Каждый может обмануть. Так ты мне, чё? Всё? А, это не ты. Слушай, мы уже так долго ходим. Блин, пошёл. Подожди, дай мне мою дневную. Ты говорил, что я могу взять... Да, так и есть. Вот, возьми, три порции. Конечно, три корочки хлеба. Буратино, так. Наверное, ты прав. Так, так, так. Постойте. Всё время одно и то же. Возможно... Так, ты говоришь, что... Так, мне надо сначала сделать почётный круг. Так, 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 так. Сохраняем. У меня начало. Не думаю... Где ты... Ух ты! Это кто? Эй, ты! Мордрак был одним из моих лучших поставщиков. Ты мне всё испортил. Если вздумаешь присоединиться к нашему лагерю, я буду голосовать против. Да ради бога. Я слишком много болтаю. Эх. Ты продаёшь товары, которые были украдены в оборогах? Успокойся. Каким это образом? Разве только ты найдёшь мне другого поставщика из нового лагеря. Но думаю, ничего у тебя не выйдет. Как же мне найти такого человека? Я же сказал тебе, что у тебя ничего не выйдет. Нечего ко мне приставать. Ладно. Я не хочу в это вздяга. Мы должны думать. Привет. Что тебе от меня нужно? Я хочу стать одним из вас. Хочу присоединиться к этому лагерю. Ищешь того, кто смог бы тебя поддержать? Если ты хочешь, чтобы я порекомендовал тебя, Диего, ты должен будешь оказать не одну услугу. Давай. Чем я могу тебе помочь? Мне нужен меч, который продаёт Фиск. Он торговец на рыночной площади. Это отличный палаш, украшенный резьбой и гравировкой. Только он мне его не продаёт. Я тебе дам сто кусков руды, а ты купишь его для меня. Только не говори ему, что ты пришёл от меня. Почему же он так? Почему же он не хочет продать тебе этот меч? Ну, мы с ним немного поссорились. И что? И то, что тебе это знать совсем не обязательно. Так. Здесь никому нельзя доверять. Хорошо. Давай сто кусков. Я достану тебе меч. Вот, Руда. Как только достанешь меч, приходи ко мне. Так. А как бы он мне продать-то? Чтоб он мне продал? Он со мной даже разговаривать по день не будет. Ну и у него можно украсить. Это я точно помню. Ну, пока ещё рано. Некоторых ничему нельзя научить. Уже тогда было. Эти дела не хочется. Ну да и ладно, у меня сейчас не до этого. Мне сейчас надо... Я думала об этом уже все давно. Нарва... А хотя, картограф мне нужен. Картограф. Где ты? Следующий. Ага, вот он развернулся ко мне, падла. Так, вот он ты. Привет. Я здесь недавно. Меня зовут Грэхем. Я рисую карты. Я тебя раньше не видел. Что тебе нужно? Так. Диего сказал мне, что я могу взять у тебя карту, на которой обозначен путь к старой шахте. Никаких проблем. Только для тебя. 20 кусков... Да нет, Диего сказал так, взять. Погоди, Диего сказал мне, что ты дашь мне карту, а не продашь. Да мне-то что с того? Ты хоть представляешь себе, как сложно нарисовать такую карту? Да мне похрен, как тебе. Это моя специальная цена для друзей Диего. Обычно я беру 50. Так. Конечно. Больше не хочу поможать эту балтованку. Отдай карту, или я заберу ее сам. Эй, расслабься, дружище. Мне не нужны неприятности. Вот возьми славу карту и оставь меня в покое. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Я... Конечно. Какая тебе нужна? Да. Чем больше всего на ней изображен. А так, карта колонии. Вот набросок. Ну, это девушка. Это так. Для рукоблудов. Схема старого лагеря. Ну, я даже не знаю, стоит ли. Ладно. Карта у меня есть. Блин. Так, подождите. Карту я бесплатно достал. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Я ноты. А ты кто? Я идолтеран. Один из верных спящему. Я пришел из лагеря братства. Эх. Мне нужно попасть в замок. Ты можешь мне помочь? Боюсь, это невозможно. В замок могут попасть только те из нас, кто поставляет Гамезу болотник из нашего лагеря. Мы собираем его и часть продаем в других лагерях, а часть меняем на товары из внешнего мира. Если бы ты был одним из курьеров, работающих на Коргалома, тебя бы пропустили в замок. Для этого ты должен вступить в наше братство. А что тебе нужно в замке? Не важно. Мне нужно поговорить там с одним человеком. Да. А почему бы тебе не подождать, пока он сам выйдет из замка? Это один из магов. Давай, ты сейчас догадаешься. Маги никогда не выходят из замка. Тебе самому придется найти способ попасть к ним. Зачем же он тебе нужен? Неужели, чтобы купить магические руны или зелья? Ну, не твое собачье дело. Верно, ты угадал. Я так и подумал. Что же еще нужно от магов такому человеку, как ты? Мой тебе совет. Забудь об этих магах. Их товары тебе не по карману. В нашем лагере все эти руны и зелья стоят гораздо дешевле. Да, конечно. Вшивый рынок. Ух ты. Со мной такого не случится. Интересно. Так что дают так. Я хочу улучшить. Я не буду вмешивать. Так, мне нужна сила. Все время одно и то же. И еще раз. Возможно, сила. Само что слышишь. Все, пока. Теперь ты заходи еще. Думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. До встречи. Так ты говоришь. Я не имею отношения к этому делу. Такое со мной больше не случится. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Нельзя. Так, а вот на этом моменте у меня случился глюк. Ну, что я сделал? Я отнес карту охотника, которую получил. Это раз. И сходил, отказался платить дань. За что? В итоге, когда подошел к Диего, меня пригласили на увлекательное путешествие за амулетом. Но перед этим я убил двоих его подельников, которые меня там встречали. Идем за амулетом. Давай, быстрей. Это же не было. Время. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Возможно... Пойдем, пойдем. Я не зря что-то копировался, не зря прокачивался. Вот мы и на месте. Твой друг Диего не скоро здесь появится? Бладвин просил меня передать тебе привет. Ох! И не пытайся отомстить. Подождите. С хрена ли, не пытайся там. Как? Подожди. Блин. А-а-а-а! Сейчас, подождите, я все сделаю. Если, конечно, пауза ставится. Еще разок. Прямо, прямо резко подбегаем, блин. Надо было сохраниться. Усс. Я думал, это уже давно прожил. Я думал, это уже давно прожил. Как же? Да. Блин. Сохраняйте. То вылетит, то еще что-то. Бля. Один мат на устах. Давай-давай-давай. Давай. Пошел, пошел нахрен. Во всех перебить надо. Так. Эй. Давай, дохрен. У тебя что заплачу, подожди. Ну уж нет. Я просто это... Будь осторожен. Весь разговор... Блин. Свел практически на нет, потому что я не буду платить ни хрена. Ай-яй-яй-яй. Значит, надо как-то подальше отойти, что ли. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Возможно... Так. Такое со мной больше не случится. Раньше... Эй, ты! Давай. Я готов. Пойдем. Со мной такого не случится. Я не имею отношения к этому делу. Итак, вот мы снова бежим. Я не знаю, была бы пауза или нет. Но сейчас мы попробуем опять его одолеть. Как вы поняли, мы по этому двое хуй убивали здесь. Это его подельники были. А где ты? Ну, давай, давай, давай. Вот мы и на... Бладвин просил меня передать... Тихо! На! Так. Просил? На! Я в живых оставлю. Таких тварей я в живых не оставляю. Ну, все. На этом спокойной ноте я могу удаляться спать. Утром, вечером мудренее. Где-то моя пещера. Ну, так, а с вами мы увидимся уже только на следующий день. Больше не хотят сохранить, кстати. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Здесь никому нельзя доверять. Ну, что ж. Давайте проводить меня до пещеры. Ты пошел нахрен. Вот тебя, кого-кого, тебя-то я слушаю точно не хочу. Алина, а ты для кого-то нужен же там. О, сильнее. Хорош! О, подождите. Давайте ставку посмотрим. Ставку посмотрим. Сделаем ставку. Бойно! Бесещие! Отличный урок! Давай, защищайся! Отличный урок! Защищайся, идиот! Хочу сделать ставку. Я хочу сделать прикольно. Не буй. Карин! Защищайся, идиот! Предлагаю 30. Так. Да, так и... Осторожно! Сколько нам ждать-то надо? Просыпайся, капуша! Отличный урок! Бесе мне! Хорошо! Драка! Драка! Реши, идиот! Осторожно! Давай! Отлично! Как тебе? Дирка должен поверить. Ну как поверить, проиграть? И сильнее. Сейчас мы посмотрим, куда. Так его! Отличный удар! И это все! Это не так интересно. Слишком стремительно. Ага, вот все. Капуша! Хороший бой! Поздравляю! Победа! Держи свой выигр! Сейчас мы посмотрим, кто кого! Отлично! Я остался в плюсе. Так, сейчас мы посмотрим, кто кого! Боина! Опа! Хорошо! Оооо! Ну и тоже! А так все! Все! Не хотел бы оказаться... На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. И увидим уже... Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok